В Ангарске профилактические рейды с представителем ЧС и окружной администрации начались с садоводства «Энергетик». Что не случайно, этим летом здесь произошел крупный пожар. Тогда аж с наследния ребенок получил серьезные травмы. Еще одно ЧП произошло буквально несколько дней назад. Загорелся двухэтажный дом. Обошлось без пострадавших. Как страшно было, как началось здесь гореть. Люди, в два часа ночи. А мы здесь рядом, машины здесь рядом, испугались, давай соскочили, смотрите. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Как говорят в отделе надзорной деятельности, перегрузка сетей довольно часто приводит к ЧП, особенно в зимнее время. Еще одна распространенная причина – неисправность печного отопления. До конца месяца сотрудники МЧС будут ежедневно вести профилактическую работу в местных садоводствах. Будем доводить до граждан основные требования пожарной безопасности, разъяснять необходимость соблюдения данных требований, так как сейчас среднесуточная температура уже ниже нуля. Поэтому возрастает нагрузка на электрические сети и на печное отопление. Гражданам будут раздаваться памятки пожарной безопасности и проводится профилактическая беседа. МЧС рассчитывает, что профилактика поможет владельцам частных домов отнестись к техническому состоянию системы обогрева с большим вниманием. Отметим, что с начала октября только в Ангарском округе было зарегистрировано около 40 пожаров. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Елена Мельвид, Александр Бычков, Владимир Сильванов. Местное время.